Сегодня мы беседуем с Александр Соман, психологом, о экзистенциальных кризисах. Пожалуйста, Александра, представьте тему. Здравствуйте, зрители, слушатели. Вот, знаете, такая интересная, глубокая тема. И вот, казалось бы, живет человек жизнь. Живет, живет. Вроде все нормально у него. Как говорится, дом, работа, семья. Все идет по какому-то уже заранее известному сценарию. Вроде жизнь упорядочена. И потом получается так, что что-то происходит, и человек внутри себя начинает ощущать какую-то, знаете, какую-то тревогу, какое-то беспокойство, неудовлетворенность своей жизнью. Его начинают посещать вопросы, а то ли я делаю, а зачем вообще, ради чего это все. И какое-то чувство, знаете, даже какой-то беспомощности, разочарования, бессмысленности. И вот, как бы, экзистенциальный кризис, он связан именно с потерей смысла жизни, вот привычного, да, привычного уклада. И вот хотелось бы как раз это обсудить, вот что является причиной, почему вот так в подходе проваливаются в это состояние, хочу обговорить, причины, признаки, да, и вот что этот кризис для человека несет. Вред, да, или пользу, о чем заставляет задуматься. Вот о таких вот таких темах мы сегодня поговорим. И знакома ли вам, Борис, вот эта тематика, да, встречались ли вы с другими примерами в жизни, либо с собой? Да, конечно, спасибо. А когда я... Получается, дополню, да, вот такие вопросы, как бы, в чем смысл жизни, какая моя роль вообще в этой жизни, да, чего я достиг, ради чего я живу, ну и вот такие, да, подобные вопросы. Когда я изучал психологию в Иерусалимском университете, то я помню, что там была теория о возрастных кризисах, кризис среднего возраста. То есть я помню, что было три основных кризиса. Кризис молодых людей, где-то 20 с чем-то лет, а потом 40-50, когда человек как раз обращается назад на свою жизнь и чувствует, что он ничего не успел, или то, что он достиг, это было не то, что он хотел. И далее есть опять кризис, там уже с золотого возраста, там 70-80 лет. Вот. Уже тогда у меня появилось чувство, что да, конечно, возраст играет роль, то есть действительно, но существует некий перпетчуал, то что называется, кризис, да. Вот. И тогда у меня был исследовательский центр, и мы поставили такой эксперимент. Вот. Какова роль восприятия времени в развитии вот подобных кризисов? У нас было 21 участник, вот, и мы им предложили определенные вопросы. Эти вопросы были направлены на установление, как люди воспринимают время. То есть очень часто почему с возрастом связано, что вот мне уже столько-то, да, а я вот ничего не достиг. И результаты этого были опубликованы нами. Статья называлась, работа называлась «Акселерация хроноперцепции из биологической регрессии», возрастной биологической регрессии. И мы основывались на том, что в процессе старения гиппокампа восприятие эпизодической памяти, то есть заполнение памяти эпизодами какими-то, оно снижается. И насыщенность времени снижается. То есть, и это подтверждалось субъективным восприятием времени, когда мы просили одинаковые промежутки времени в более молодом возрасте и в более старшем возрасте сравнивать. Например, по длительности чувствуете ли вы, какое соотношение между 10 годами вашего обучения в школе и 10 годами обучения в школе ваших детей. И результаты нам давали один к полтора. То есть то, что на 50% кажется обучение детей в школе короче. И вот подобные вопросы показывали, что существует очевидная неправильная установка того, что человек воспринимает, что время оно равномерно. И вот на сегодняшний момент я его вот так воспринимаю, и так я и буду его воспринимать дальше. А факты и биология, лежащая в основе этих фактов, указывают на то, что происходит акселерация, ускорение восприятия времени в процессе биологического старения. И человек, скажем, как он упевает, да? Да. То есть получается, что если бы вы, скажем, играли в шахматы, да, и вот есть часы эти, и вдруг бы у вас, вы думали, что у вас еще 10 минут до конца партии, когда флажок упадет, а оказывается 3 минуты, вы оказываетесь в цейтноте, у вас ничего не, вы ничего не успеваете, вы чувствуете, что вы ничего не успеете достигнуть, да? И мы там приводим в этой статье, это было в 99-м году, уже прошло 23 года. И мы там указываем, что это может быть фактором. Мы не претендуем, что это единственная причина, ни в коем случае. Но один из факторов вот этого вот внутреннего восприятия, когда человек смотрит на свою жизнь, да, предыдущую, и экстраполирует на будущее, и приходит к выводу, что его ожидания совершенно не оправдываются. Вот. Недавно появились подтверждающие исследования. Ну, как это часто бывает, когда кто-то что-то делает, на это не обращают внимания, несмотря на то, что я это и опубликовал, и об этом мы говорили. Потому что мы пытались предложить психологам развить некую, как бы, ну, вот мы знаем, что в психологии очень важное осознание, как часть терапевтического процесса. И если бы была бы введена система вот этого вот осознания, что вот смотрите, вам 20 лет, ну, то есть старики говорят, что время бежит быстрее, но на них никто не обращает внимания. А здесь, опять же, научно обоснованно. Вам 20 лет, но вот период между 30 и 40 будет где-то на 30-40 процентов короче для вас восприниматься, чем от 20 до 30 и так далее, и так далее. И тогда человек, если его воспитывать заведомо в этом ракурсе, то он будет менее подвержен прокрастинации, откладыванию на потом. Тем более, что... Он будет уже готов к психическим изменениям, да, вот этого вот состояния. Он будет, ага, меня предупреждали, да, я знаю, что такое вот имеет место быть, и не так остро будет переживать это. Безусловно. Особенно в нашем современном мире тенденция входить во взрослую жизнь позже и позже. Если раньше дети начинали работать... Это было плохо, но они начинали работать в 10 лет, а в деревнях там из 5 лет начинали что-то. То сейчас нередки случаи, когда сыновья, дочери до 30 лет живут с родителями, до 40 лет с мамами. Пожалуйста. И в этой ситуации как бы у них жизнь никогда не начинается. Сама школа, которая имеет тенденцию удивительную продлеваться, если вы учились по 10 лет, я не знаю, у вас в Украине сколько лет учатся? 11, 9 или 11. По-моему, у нас в Канаде учатся 12 уже. 12. То есть тенденция, как можно позже выпустить детей во взрослую жизнь. Хотя, с другой стороны, это можно объяснить тем, что удерживается определенное число людей от вхождения в рынок труда. Но тенденция к тому, что жизнь съедается вот этим относительно безответственным подготовительным периодом, когда человек говорит, что вот, когда я вырос, то когда я вырос, то там я стану чебурашкой или еще чем-то. А потом, оказывается, когда доходит этот момент, то субъективно он ощущает, что жизнь-то уже вот-вот заканчивается, все. Время несется с бешеной скоростью, он ничего уже не может, ничего не успевает. Вот один из очень важных, мне кажется, факторов возрастных кризисов. А вы как считаете? Есть вот такие предрасположенные возрастные кризисы, когда человек переосмысляет, переоценка ценностей идет. И вот есть факторы, которые как бы извне также влияют. Вот, например, один из факторов, есть как бы ряд причин, которые могут спровоцировать этот кризис. Экзистенциально, такое вообще красивое и сложное слово. И один из факторов, например, это то, что как бы от человека не зависит. Например, сложная социальная ситуация во всем мире, да, экономические сложности. Даже, например, там пандемия, там военные всякие события, да, не будем туда углубляться. То есть человек тогда теряет вот это вот, как бы его дезориентируют. И он понимает, что вот то, что я как бы до этого пасочки строил, 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 строил там в своей карьере, да. И что-то происходит, то, что от меня не зависит. И я не знаю, что дальше, как приспособиться, да. То есть и проваливаются люди в такое состояние, как бы, а вообще тогда для чего и ради чего. И вообще смысл тогда всего, что я делал. Бывают такие моменты, когда человек, ну, следующий момент, одна из причин, когда человек, ну, вот, например, не знаю, там, то есть идет-идет к своей цели, там, из года в год, там, по карьерной лестнице, куда-то, то есть к чему-то стремится. У него есть глобальная цель, и он пытается ее достичь. Либо много учится, хочет стать классным специалистом, либо много работает, чтобы сформировать свой, там, финансовый капитал. Ну, у каждого разные цели. И вот, как бы, достигнув вот этих целей, человек очень часто проваливается в состоянии, а дальше что делать? Это был, как бы, смысл моей жизни. А что дальше? А для чего? А хочу ли вообще дальше это делать? Вот я, например, столкнулась, лично столкнулась с таким кризисом, когда я с 20, там, до 40 или 20 лет, грубо говоря, училась на психолога, университет 5 лет, сейчас мы 41, вот, ну, грубо говоря, вот 20 лет. Прям фанатично училась, знания, знания, в общем, новые техники, как бы быстрее людям помогать. Это все сертификаты, сертификаты, знания, это постоянное обучение. То есть мозг вот настолько вот так вот уже, как говорится, свихнулся, да? Ну, очень много впитал информации, переработал. Ну, вот, да, я достигла результата. То есть есть возможность теперь быстро решать проблему человека. Действительно, то есть цель достигнута. Я до этого научилась. Я поняла, что, да, за один час мы можем решить, ну, в большинстве случаев, раз, вот, по щелчку пальцев. Можно, вот, как, да, с вами получилось, да? Недовлетворенное там внутреннее состояние, раз, и все, почистили. Да, и вот дальше наступил такой момент, а что дальше? Это был, как бы, смысл моей, вот, социальной жизни. А дальше что? И вот как раз, ну, скажем так, в течение, вот, года у меня сейчас происходит, да, переоценка ценностей. Я, как бы, вот, заново научаюсь выстраивать, ну, как бы, новые пути. А чем я хочу заниматься, да? Какой смысл я, собственно, своей жизни дальше, вот, буду внедрять? Ну, в общем, есть такая, ну, то есть я тоже внутри столкнулась с такой, с таким, с дистанциальным, да? А то ли я делаю, а надо ли нам вообще людям, да? Ну, вот, был такой процесс провисания. И вот, как пример, тоже у меня есть хороший знакомый, который с детства, он рос в, ну, скажем так, малообеспеченной семье. И вот, видя постоянные разговоры родителей, что мы не можем себе этого позволить, да, вот, ну, то вот другие люди живут так зажиточно, а мы, ну, мы так скромненько, да? И вот, вот эти вот лишения финансовые заставили молодого человека, вот, такой, принять такую установку, да, вот, убеждение, что я так жить не буду. Я буду делать все, чтобы выкарабкаться. И вот это, знаете, как есть выражение движения от кнута, да, вот, как вы ранее рассказывали, что, да, вот, зарабатывали от страха к бедности. Вот, 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 такой же, такой же случай. И вот парнишка, он всю жизнь, он с 20 до 30 лет, он изучал весь интернет, он искал способы, там, это все, как бы, наладить, там, на сайтах, ну, в общем, свои системы. Он наладил заработок, он научился, тоже куча обучения не прошел. Он купил себе квартиру в столице, в Новострое, да, они там путешествуют с женой. Все, 30 лет стукнуло, он добился и сказал, что вот, как только я добился вот этой цели, я вообще потерял смысл дальнейшей работы. Для чего мне это надо? Зачем мне деньги, да? И вот реально психически провалился в состоянии какого-то дискомфорта и неудовлетворенности. Потому что это движение было именно от кнута, да, от боли, убежать, убежать, да, я убежал, а внутреннее состояние так и осталось, что я, ну, чем-то недоволен, да, вот, чем компенсировать мое внутреннее состояние какой-то там детской недовлетворенности, да, и тоже, ну, обращался к психологу, да, в попытках улучшить это, там, свое внутреннее состояние, понять, а что дальше, как жить. Хотя у человека все хорошо финансово, да, вот. Мне это очень близко, то, что вы говорите. Я достиг определенных значительных успехов рано в своей жизни, к 30 годам практически. Успех в бизнесе, материальный успех и прочее. То есть, и действительно, вот на этой вершине вы оглядываетесь, и есть чувство какой-то вот стены или пустоты одновременно. А куда идти дальше? А что делать дальше? Вот. Второй этап был, когда я был священником, и это зашло в определенный тупик. Вот. Да, и сейчас у меня серьезный кризис. Вот. Зачем и дальше? Что я хотел отметить? Как раз, вот, лично для меня, я считаю, что для многих, возможно, вот эти вот ситуации внешние, а, там, война, эпидемия, они наоборот облегчают, потому что они становятся оправданием. То есть, когда все кругом преуспевают, и все блестит, а у тебя вот такие настроения, то это тяжелее. Вот, во всяком случае, мне. Каждый раз, допустим, когда возникает мысль, так что же я там, вот, то не могу, вот это не получалось. Что вы хотите? Ковид, глобальная пандемия. Что вы хотите? Война, что вы хотите? Или даже сейчас я переболел ковидом, и когда вот мне вот очень не хочется ничего делать, ничего, хочется лежать, и возникает, как бы, такое чувство, а чего ты? Надо же делать, надо же добиваться. А потом я себя оправдываю, ну, что ты хочешь? Ничего себе, ковид, да? Многие умирают от него. Ты больной или живи? То есть, вот, моя система использует такие вещи, как оправдание. Хотя, конечно, для каких-то целеустремленных людей это становится препятствием. Второе, то, что вы привели вот этот пример, что когда человек чего-то достигает, то он теряет интерес. Это действительно так. Есть виды занятий, которые могут помочь это избегать, кстати. Есть у нашего великого, я бы сказал, и украинского, и российского писателя Николая Васильевича Гоголя письмо другу. Называется оно «Христианин идёт вперёд». Он как раз об этом пишет, что любые другие занятия, они надоедают, уже не получаются. А вот путь, предлагаемый христианством, то есть, когда ты всем помогаешь, по-настоящему там по-евангельски живёшь, то он нескончаемый и оставляет цель до самого, так сказать, конца. Так, вот, здесь мы приходим как раз к вопросу цели полагания. Очень важно в момент цели полагания, когда мы думаем о том, какие цели себе поставить, лучше всего провести хорошую подготовку этого цели полагания. Потому что неверно поставленные цели, слишком завышенные или вообще не в том направлении, в котором вам это надо, могут привести к тяжелейшим кризисам и даже суициду в какой-то момент. Потому что, дополню, потому что очень часто наши цели не просто цели, а именно как компенсация какой-то своей внутренней неполноценности. Совершенно верно. И это глупо, пытаться компенсировать какие-то нерациональные комплексы очень серьёзными вложениями и прочими вещами. Поэтому анализ вот с психологом очень важен. Именно даже не в процессе, когда вы ударились в лбом о стену, а вот как раз в моменте целеполагания. Я очень люблю цитату, которую я не помню, кто-то сказал или я сказал. В мире есть очень мало вещей, которые действительно стоит делать. И здесь мы можем соскользнуть, что вообще ничего не стоит делать. Поэтому выбирая, вот действительно отбрасывая, если это возможно, мотивы, компенсировать свои комплексы, и что в действительности, от чего я, я хочу действительно, не моя усопшая мама, не бабушка, дедушка, дядя, которые сказали, что я дурак, я должен им, которым и тогда-то было особо не важно, а сейчас уж точно всем пофиг, чего-то доказать. А что действительно я, как личность сформировавшаяся, очень трудно вообще оторвать от этой личности комплексы, потому что иногда, если вы будете все это убирать, у вас ничего не останется. Искали-искали, кто я такой, а все убрали, а там ничего и нет. Это страшно. Не зря Достоевский говорил, что нет, ничего страшнее, чем заглянуть в самого себя, но я перемираю его, потому что там может оказаться пустота. Вот таким вот образом очень важно попытаться сначала избавиться от комплексов и прочих вещей и реально ответить на вопрос, а что я-то действительно хочу, чего у меня лежит душа. Вот, знаете, как пример, да, вот как раз как пример приведу, у нас есть такой механизм, когда мы внутри чувствуем, некую какую-то, ну, как бы чувство неполноценности, да, там страх показаться бедным, глупым, каким-то неинтересным, например, да, который формируется у нас в детстве, как механизм привлечения внимания к себе и вот, ну, как бы повышение статуса, да, вот в обществе, чтобы вы меня принимали, любили, там, позитивно оценивали. И вот как пример про молодого человека, да, который вот купил квартиру, да, говорит, а что дальше, а смысл вообще дальше работать, у меня есть деньги на жизнь, что дальше делать. И вот это как компенсация, вот есть такая стратегия, как как бы достигать, да, достигать чего-то как бы для кого-то, чтобы компенсировать, да, вот достигать, либо там покупать какие-то побрякушки себе, там, какие-то гаджеты, автомобили, да, чтобы, ну, вот, показать, да, не для себя, а для социума, показать, что там я успешный, например. И одна из стратегий есть развлекать, развлекать людей. И вот, чтобы как бы однажды ребенок, чувствуя, что он, его как бы общество не принимает, он какой-то неинтересный, вот почувствовав однажды, что кто-то, то есть на кого-то больше обращают внимание, он где-то в сторонке. Ребенок принимает такое, ну, вот инстинктивно такое решение, а я к себе буду через, ну, быть интересным, да, развлекать, к себе буду внимание. Вы вот точно обо мне сейчас говорите, да? Нет, нет, я о киноактере, именно о, ну, вот, каждый свое увидит, да, буду привлекать, вот, привлекать, забыла слово, привлекать внимание. И вот хочу пример такой, да, привести с Джиллом Кэрри. Потрясающий актер, комик, ну, вообще, не знаю, это, как это, самород, да? И вот на определенном отрезке своего времени, там уже, ну, если не ошибаюсь, уже вот как раз 50 за 50, ну, вот к этому, я не помню сейчас, сколько ему времени, но вот уже, скажем так, прожив половину жизни определенную, да, вот он сказал, что я, он ударился, он ушел, взял паузу, да, с карьеры, и он ушел и в изучение философии, и, ну, погружение в себя, да, потому что столкнулся с таким ощущением, что, говорит, я всю жизнь был каким-то клоуном, я не был собой, я кого-то развлекал, хохмит, дурачился, да, вот, все его роли проникнули на этим. Но когда я вот как-то, вот, видно, его накрыл кризис, там еще девушка его умерла, да, и, кстати, это связано еще вот попадание, когда либо близкие наши болеют, да, одна из причин, либо мы переживаем смерть близких, да, и вот обостряется это ощущение, вот, а моя жизнь тоже конечна, да, а что я сделала, я хочу жить, вот, и вот видно вот это вот, у него это обострилось, такой экзистенциальный кризис обострился, и он сказал, что вот сейчас, да, увлекшись философией, изучением вот этих вот вышек, да, для чего, смысл жизни, кто я такой, да, по познанию себя, я наконец-то вообще нашел себя, да, я заглянула в себя и нашел, кто я вообще такой, я не клоу, и вы, тот Джим Кэрри, которого вы видели на экранах, это далеко не я. Даже звезды переживают этот кризис. Именно звезды, потому что они достигаторы, то есть, часто те, кто достигают больших высот, они делают это в результате каких-то очень серьезных комплексов, безусловно, потому что ничто не получается без определенных потей в личной жизни, в чувстве собственного счастья и удовлетворенности, когда тебе приходится делать что-то чрезвычайное. Я бы сказал, что все известные люди, они не бротики. Ну, учитывая, да, учитывая еще, учитывая, если мы берем актеров, учитывая еще то состояние ролей, которые они переживают постоянно, да, это, ну, это действительно серьезный удар по нервной системе. Да, и плюс, да, чем выше человек, тем, да, больше его достигаторства, чтобы убежать от чего-то, какого-то чувства неполноценности. И еще такой момент, что может побудить, вызвать вот этот вот кризис, да, экзистенциальный, долгое пребывание в социальной изоляции. Вот, к примеру, вот как у нас с ковидом было, да, вот все резко ушли, все, взяли по домой, да, прекратилось общение. Очень многим людям прям поголовно было очень сложно, потому что мы существа социальные. И вот как бы долгое пребывание в вот этой социальной изоляции, оно рождает какое-то чувство ненужности, одиночества, да, в отрыве, как бы я в отрыве от социума. И действительно вот такие базовые, обостряются базовые ощущения отверженности, ненужности, да, тоже может проваливать человека в такое нехорошее депрессивное состояние. Да, пожалуйста. Слушай. Опять же цитата, я не знаю, я это сказал или кто-то другой, наверное, и другие тоже говорили, чтобы человеку быть человеком, ему нужен другой человек. Вот, и действительно, для того, чтобы провести вот это осознание, порой все-таки необходим другой человек. Это может быть друг, но у друга будут свои комплексы, и он будет тянуть одеяло на себя, и внимание, и прочие вещи. Поэтому таким идеальным другом может быть как раз профессиональный психолог. Согласна, да. Я очень вам благодарен за такой, во-первых, возможность мне рассказать о своем исследовании по восприятию времени, которое уже давно забыто. И особенно сейчас я видел новые публикации об этом, и мне, конечно, глубоко обидно, что я говорю о чем-то 20 лет назад, никто слушать не хочет, а потом через 20 лет это выдается как, о, а мы вот что. Это тоже, кстати, касается такого вот кризиса. За это я вам очень благодарен. Кроме того, как всегда, вы очень хорошо осветили эту тему. И надо сказать нашим зрителям, слушателям, подписчикам, что пытаться справиться в одиночку с этими моментами – это неверно. потому что то, что может быть результатом удачной терапии, оно настолько важно, когда это все равно, что человек взял билет не туда, куда ему надо, вместо Австрии взял в Австралию, и уже садится на самолет, представляете? И вот тут он решает обратиться в информационное бюро и уточнить, куда ли он летит. Ему говорят, нет-нет-нет, вы не туда, ему меняют билет, бесплатно может быть. И он садится на правильность. Вот это вот быть переломный. Да, и вот этот момент переломный, он может стать для одного человека упадком, то есть все, смысл жизни, вообще полностью заняться самокритикой, себя втоптать и потерять смысл жизни, и вообще опустить руки. Для другого человека, который будет готов к переосмыслению, это может стать точкой роста, может быть смена профессии даже, если он определится, что да, это все как бы компенсация, компенсация, жил для кого-то, а для себя. Это может быть, вот люди многие там в волонтерство уходят, ну кто-то в религию, да ищет себя, вот ищет себя действительно. Ну кто-то к специалистам, к психологам идет. Давайте в оставшиеся несколько минут выразим, что мы считаем целью нашей жизни на сегодняшний момент. Пожалуйста, Александр. Каждый для себя? Вот такая декларация. Ой, у каждого, ведь у каждого свой смысл жизни, да? Ну так зачем вы живете, какие ваши цели, что вы хотите? Я считаю, что смысл жизни, во-первых, это, вот как это, в первой половине приобрести какие-то, ну, чему-то, какие-то навыки, да, то, что тебе нравится во второй половину жизни, приносить с помощью этих навыков пользу людям, да, и получать компенсацию в виде финансового вознаграждения, и получать удовольствие от этого. И вот это вот синхрон, да, когда есть, ты что-то благонесешь людям, да, вот, ты нужен, да, ты нужен людям, твоя деятельность нужна людям, да, при этом у тебя есть близкий круг, который, собственно, тебя поддерживает, да, ты поддерживаешь. То есть вот эта вот согласованность сфер жизни, твоя реализация семейная, да, вот это, ну, вот это вот смысл жизни, да, оставить после себя потомство, передать знания, умения. Вот смотрите, вот я бы хотел выразить лучше, но вы выразили прекрасно, то есть я бы сказал, что у нас практически вот эти цели совпадают. Поэтому не случайно, что мы оказываемся на одном эфире и обсуждаем один и тот же вопрос. То есть люди, имеющие близкие цели, у них есть тенденция объединяться. Огромное вам спасибо, Александр, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»